приветствую вас дорогие друзья с вами я анастасия час сегодня 29 августа понедельник начало новой трудовой недели и это обзор по основным валютным парам на эту неделю ну что ж на экране у нас пара евро доллар это месячный график мечный график пока у нас показывает что мы идем вверх вот видите восходящий тренд но формируется такая свечечка то есть но сходили мы вверх конечно но сейчас возвращаемся и это неделя у нас вот желтенькие линии показывает тренд будет нисходящим этой неделе поэтому мы посмотрим значит сейчас я уменьшим и покажу значит на этой неделе у нас тренд нисходящий уже развернулся трендом но я сказала и продолжаем движение вниз и дневной тренд сегодня тоже нисходящий видите мы протестировали линию недельную здесь был уровень такой на данный момент сопротивление и это где-то сколько тут 12 112 140 и вот здесь линия дня мы идем вниз я полагаю что ну вполне сегодня мы можем прийти сюда вот это месячная линия то есть 1 11 408 487 ну вот где-то здесь может быть один 14 94 в зависимости к какому времени мы можем сюда дойти это вот тоже линия дня то есть вот он такой коридорчик каналу дневной все зависит от того может отсюда еще можем развернуться и пойти еще раз протестировать вот сюда либо сюда ну я не исключаю такой возможности однако вот здесь вот достаточно такой сильный уровень 1 12 137 вот пробьем можем пойти протестировать дальше вот они все здесь скопились и недельные линии и линия месяца и разворотная линия дня пройдем то есть закрепимся можем дойти сюда и откат сделать до разворотной линии дня и пойти дальше вниз все возможно вероятнее всего мы можем сюда откатить и пойти дальше вот сюда к линии месяца вот а вообще на неделю я очень даже полагаю что мы можем в конце недели ну либо посреди недели вот где-то сюда даже можем дойти вот здесь приблизительно цель 10 213 либо 10 где-то 400 вот так вот приблизительно в этом диапазоне в этом районе так как тренд на неделе нисходящий нам показывает это все что я хотела сказать по паре евро доллар следующая пара у нас доллар франк ну что что у нас по паре доллар франк тренд пока что на месяцах пока что он нисходящий а вот недельный тренд как я и говорила мы повернули еще во вторник там вверх и недельный тренд так есть восходящий остался и дневной тренд сегодня тоже восходящий причем такое но ярко восходящие видите мы опять-таки тестируем линию недельную и в данном пересечении с дневном диапазона вот дневные линии вот этот диапазон мы можем сюда в этом диапазоне вот так вот то есть до 0 960 960 49 50 где-то вот так вот и возможно еще выше то есть однако я говорю тренд у нас восходящий пока что можно ставить туда вот отсюда вот сначала сюда мы идем вот чуть-чуть протестируем где-то здесь можем откатить сюда опять 97 697 690 где-то и пойти дальше вверх это то что я хотела сказать на сегодня по паре доллар-франк следующая пара у нас фунт доллар фунт доллар что у нас по паре фунт доллар я говорила что на месяцах мы развернулись но вполне возможно что мы идем еще тестировать нижние границы а на неделях тренд развернулся вниз то есть недельный тренд вниз и дневной тренд сегодня тоже вниз вы видите опять вот от линии прямо пересечения недельный тренд на открытие прямо вот случилось пересечении недельных линий и мы пошли вниз показали что мы пойдем вниз и дневной тренд тоже вниз вполне возможно что мы идем вот вот в этом диапазоне будем работать сегодня то есть туда сюда туда сюда это где-то диапазон что 131331 вот где-то вот так вот и сюда вот недель ой линии месяца и вот он тренд и где-то здесь у нас 130 785 780 где-то вот сюда мы можем дойти сегодня я в принципе думаю что сегодня не сильно такой будет волатильный рынок то есть но не особо такое движение будет сильная ну посмотрим это вот то что я хотела сказать по паре фунт доллар следующая пара у нас доллар иена ну что ж тренд у нас месячный пока тоже нисходящий на неделях мы развернулись вверх и мы идем вверх и будем продолжать эту неделю движение вверх дневной тренд сегодня тоже восходящий идем вверх но мы вполне возможно видите вот диапазон дневного тренда мы можем вот куда-то сюда сначала 102 536 может чуть-чуть выше отсюда можем откатить вот до линии месяца где-то 102 195 и продолжить движение вверх если вот сейчас ведь мы оттолкнулись от недельной линии если пробьемся вот ему после отката сюда возможно придем еще раз тестировать вот этот вот уровень либо вот недельные линии сто один четыреста восемьдесят где-то вот так они здесь все вот прямо тоже скопились близко и сейчас пока что от недельных линий мы оттолкнулись вполне вероятно что вот зайдем туда даже вот видите пробили линию месяца и пошли дальше вверх вот такие ожидания у нас по доллар йене на сегодня ну что же и дам еще одну дополнительную пару следующую австралийский доллар в паре с американским долларов какие ожидания у нас по этой паре на этой неделе месячный тренд пока восходящий недельный тренд нисходящий давно мы развернулись тоже на прошлой неделе еще раньше развернулись и вот мы идем вниз не дневной тренд тоже по этой паре нисходящий видите сейчас мы протестировали на открытие недельной линии от не оттолкнулись идем вниз вот этот диапазон вот дневной вполне мы можем сюда вот отсюда еще пойти протестировать вот дневной линии это где-то 0 и 75 610 вот где-то в этом районе отсюда можем дальше пойти вниз и дайте да я не знаю где-то 0 75 вот возможно и ниже потому что вот он дневной диапазон то есть вполне вероятно что до даже до 74 670 вот вполне вот здесь заканчивается если пробьемся до можем вот такие ожидания по этой паре но повторюсь еще раз дневной тренд сегодня вниз недельный тренд тоже вниз так что я думаю смело можно остановиться вниз кто работает на неделе это все что я хотела сказать вам сегодня я благодарю вас за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки делитесь друзьями пишите комментарии давать задавайте вопросы я с удовольствием на них отвечу с вами была анастасия час и пока пока до следующего обзора